Так, друзья, добрый вечер. Так, у нас по нашим сценарию сегодня Алексей должен начинать с Ходоев, потом он переключается на другое мероприятие, но сейчас что-то у нас не палатки с комнатой, тут мне народ пишет прям пачками, не мог войти и выкидывает из комнаты. Но, друзья, тут уж не обессудьте, техника есть, техника, и, соответственно, она периодически дает сбой. Так, Алексей, ты появился, я думал, тебя выкинул из комнаты. Так, ну что, я приветствую всех, передаю слово Алексею, после Алексея тогда уже включается Алексей. Благодарю, Сергей Анатольевич. Друзья, ну я буквально минут на 10, на 15 хотел бы выступить по поводу новостей, которые нас ожидают, по поводу понимания и признания еще большего технологии Skyway. И, собственно, далее отправлюсь на венгерский вебинар, то есть у нас начинаются венгерские вебинары, которые будут проходить сразу после данного вебинара. То есть в Венгрии, сейчас вот английские вебинары тоже начнутся непосредственно Skyway Capital. И давайте для начала пройдемте опросник для новичков, которые были на вводном технико-экономическом вебинаре. То есть запустил опросник, пожалуйста, ответьте, кто остался, перешел. Это только для новичков, друзья, пожалуйста, не лукавьте, потому что это нужно нам для отслеживания статистики. Я прекрасно понимаю, что кто-то может проголосовать за проектом и так далее. Но давайте, пожалуйста, касается только новичков. И о чем я сегодня хотел рассказать, эту тему Анатолий Эдуардович Ницкий очень серьезно затрагивал. Это именно миф о том, что электромобиль абсолютно экологичный транспорт. И недавно, на самом деле, руководители Tesla Motors, Илон Маск непосредственно потерпели достаточно серьезный такой инцидент, когда в средствах массовой информации, в первую очередь прочитали это в зарубежных средствах массовой информации, на англоговорящем пространстве, был описан такой случай, что автомобиль Tesla S, несмотря на то, что, казалось бы, он позиционируется достаточно серьезным по экологичности транспортом, не прошел тест, не прошел тест на экологичность. Вот, пожалуйста, я сбросил ссылочку на статью, я пересказывать не буду, скажу вкратце, что примерно в 4 раза превышало указанные, именно в технических условиях указанные производителем, потребление ватт в час, это было в 4 раза больше, то есть вместо 181 ватт в час, 444 ватт в час. И, естественно, руководители Tesla сразу этот инцидент опровергли, что тест неправилен, что произошел сбой, ошибка, но, друзья, мы-то с вами понимаем, что это никакая не сбой, не ошибка, а то, что действительно на сегодняшний день становится понятно, что не выход использовать электромобили на первом уровне, не выход использовать устаревшую путевую структуру в виде автомобильного полотна, то есть обычного асфальта, бетонного покрытия и так далее. То есть это лишний экран, это лишнее ухудшение аэродинамики, но в первую очередь это угроза безопасности перемещения обычных пассажиров, рядовых граждан разных стран. И что очень примечательно, то, что Анатолий Эдуардович Юницкий это предсказал и предвидел еще в 2015 году, сделав сравнительный анализ энергетической эффективности автомобиля Tesla S и Unibus. Я также сбрасываю вам, вот, пожалуйста, статью, обязательно, не статья, это брошюра, очень серьезное исследование, но вкратце я хотел бы рассказать, что по данным исследованиям, если говорить про Tesla и Unibus, именно ввиду того, что это не будет размера до всем одного и того же, либо Tesla как Unibus, либо Unibus как Tesla, это будут именно самостоятельные размеры, которые на сегодняшний день используются, либо в Tesla, либо не используются, но уже предполагается в Unibus, более чем 17 раз эффективнее транспортное средство Unibus, чем обычный электромобиль. И, соответственно, это... ...меньше не топлива, а мощности, то есть мы помним, что это электромобиль, и если перевести затраченную энергию на движение в дизельное топливо, то, соответственно, у 28-ми местного Unibus будет фактически более чем 3 раза меньше килограмм на 100 километров, это 2,6 килограмма на 100 километров. Это очень серьезные, на самом деле, показатели там подали, и вот Анатолий Эдуардович Юницкий раскрыл всю правду действительно в электрифицированном транспорте, и то, что автомобиль, электромобиль на первом уровне перемещается, он откуда-то должен взять энергию, то есть это целая энергетическая цепочка, которая может быть взята из топливных электростанций, которая питается, запитывается с помощью угля, мазута, газа, торфа, может быть, атомной электростанции, а далее это уже перевод в электричество. Представьте, какие потери идут, и какая нагрузка на экологию идут, пока это все дойдет, соответственно, в электромобиль. И в двигателе внутреннего сгорания на самом деле меньше, ненамного худший эффект возникает, чем в электромобиле. И это доказал, показал Анатолий Эдуардович Юницкий, я думаю, что этот материал также воюет определенную популярность среди иностранных граждан, если вдруг не переведен этот материал, то обязательно будет переведен на английский язык, потому что это как раз-таки показывает тот вектор, который на сегодняшний день выбран абсолютно неправильно современными гигантами транспортной промышленности. То есть многие двигаются в каком векторе? В векторе развития искусственного интеллекта. Google бухивает, так скажем, серьезные очень деньги на развитие искусственного интеллекта. Да, время этому пришло, но, дамы и господа, лучше развивать искусственный интеллект ввиду того, что он будет применяться все-таки на транспорте второго уровня. И это абсолютно обоснованно, это абсолютно логично, потому что это формирует наибольшую защищенность и наибольшую безопасность, комфорт перемещения обычного, соответственно, опять же, рядового пассажира на своем транспортном модуле. И это как раз-таки продолжение такой некосмической гонки, как мы говорили про транспорт второго уровня, то есть Hyperloop и Skyway. Мы сейчас говорим про сравнение Tesla Motors и Skyway. То есть это два электромобиля, но один перемещается на первом уровне, другой перемещается на втором уровне. И это рейсовый автомобиль, фактически, второго уровня, который перемещается сталь по сталь. И я думаю, что вот здесь представлен Unibike. Unibike, если сравнить, вот, кстати, очень интересно было бы сравнение не 28-местного даже Unibus и Unibike, насколько меньшим будет потребление, чем Tesla S. Возможно, это будет даже более приближенное значение, так как Tesla S это, насколько я знаю, четырехместный автомобиль. И предположим, что двухместный Unibike, сравнить вот эти показатели, я думаю, еще более серьезный отрыв будет у технологии Skyway. Если в 17 раз более эффективный, 28-местный, друзья, 28-местный подвижной состав. Если бы был 28-местный обычный подвижной состав на первом уровне, обычный автомобиль, то колоссальное количество энергии бы расходовалось. И вот на прошлых вебинарах про аэродинамику, посмотрите на канале, выложены эти вебинары. Я говорил о том, что 0,04 возможен к достижению коэффициента аэродинамического сопротивления при форме капли, идеально ровной капли. И как раз-таки высокоскоростной состав имеет форму фактически идеально ровной капли. И более того, у технологии Skyway, у зао-струнной технологии в раннем исполнении логотипом была как раз-таки капля. И это говорит о том, что Анатолий Эдуардович Юницкий действительно сделал так, чтобы аэродинамика играла именно на составляющую экономии топлива, на составляющую сохранности экологии. И, друзья, это достаточно немаловажный факт. Несколько месяцев назад было записано интересное видео, тестовое видео, которое в переводе называется как Skyway, убийца технологии Hyperloop. То есть Hyperloop это перемещение в вакуумной трубе. Я не знаю точно по этой причине, либо по совокупным причинам, но технология Skyway, зао-струнные технологии в недавнем времени получили приглашение, официальное приглашение. И более того, это не просто приглашение, поучаствуйте, заплатите и так далее. Это совершенно другие условия, выгодные условия, к которым мы привыкли на русских форумах. То есть в Челябинске были такие условия, во многих других городах также были такие условия. Условия даже проведения конференций во многих городах уже такие, потому что понимают, что технология Skyway имеет огромный потенциал. И также инотранс, выставка, которая пройдет уже в сентябре 2016 года. Это, соответственно, мы там будем выставляться, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать еще в 2014 году. На самом деле мы будем выставляться как раз таки с корпорации Hyperloop Transportation Technologies. То есть это тоже вот даже тот факт, что и они называются Technologies, и мы также Technologies. Это не то, что вот Skyway так назвали. Это настолько, настолько вот спринт такой, так скажем. И кто выиграет этот спринт, покажет время. Но я думаю, что технология Skyway имеет все шансы выиграть с огромным отрывом этот спринт, с таким же отрывом, насколько более эффективен 28-местный по сравнению с 4-местной Tesla Model S. И если говорить, кстати, про стоимость Hyperloop и также про стоимость Tesla автомобиля, то Tesla автомобиль, в чате абсолютно правильно написали, достаточно дорогой автомобиль. И более того, это, понимаете, это стереотипность мышления общественности. То есть благодаря серьезно продуманному маркетингу и очень мощнейшая команда, это стоит отдать должное, работает у Илона Маска. Сам Илон Маск, это действительно железный человек современного мира. И Тони Старк, действительно, современного мира. И серьезная команда, серьезный проработанный маркетинг позволил поверить многим людям в Европе. Да что говорить в Европе. Я сам купился на эту удочку Tesla, и мне очень нравился этот автомобиль, концепция. И сейчас, когда миф развенчан, действительно, я понимаю, что множество людей посмотрят в сторону в начале обычных автомобилей, когда появится транспорт второго уровня, и появится народный автомобиль, автономный, беспилотный, эффективный, безопасный, дешевый, комфортный переперемещение. Много можно эпитетов, которые будут характеризовать данную технологию, сказать, но одно я могу сказать, что такого мир не видел. И как раз таки в 2016 году, в сентябре, столкнуться, так скажем, в технологической дискуссии, и вот в переговорах с коллегами, мы также сравнили, как в Берлине, в Великую Отечественную столкнулись русские и, собственно, немцы, и американцы говорят, что они имеют отношение к Великой Отечественной, то вот в Skyway, Hyperloop, так скажем, выставка века, я бы назвал, то есть что будет после этой выставки, одному богу, так скажем, известно, и одно я могу сказать, что после этой выставки, скорее всего, общественность поймет, и будет множество взрывов, бросов положительных, негативных, и про технологию Skyway, и про Hyperloop. Возможно, даже установлены будут какие-то варианты возможного сотрудничества, взаимодействия, соприкосновения в развитии, так как Hyperloop это все-таки немножко другая вообще технология, то есть мы приводили многие недостатки, но поговорим о положительных частях Hyperloop, то что это перемещение все-таки более тысячи километров в час. Да, это перемещение в вакуумной трубе, да, это дорого, да, это небезопасно, но это немножко другая концепция. И Анатолий Эдуардович Уницкий говорил о том, что теоретически при необходимости, и когда рынок ответит потребностью на это, то наше научно-производственное конструкторское предприятие также данную концепцию может уже в доработанном виде, конкурентно способной выдать на именно потребление и получение прибыли, соответственно, компании Skyway рынком. И это не может не радовать даже вот подобные очень футуристичные по виду технологии, как Hyperloop, и наш старый добрый Unibus войдет на рынок, ну а собственно с какими далее технологиями мы будем развиваться, покажет только рынок и покажет только видение и стратегия ведения бизнеса в крупнейшей будущей, ближайшем будущем мировой транспортной корпорации, и не только транспортной, почему вот не только транспортной корпорации Skyway, струнное ограждение взять. И это огромная, так скажем, огромная задача, как в установке на пограничных территориях с отдельными государствами. И сейчас проблема иммигрантов, представьте, насколько это колоссальным может быть рынок, и насколько эффективной будет эта технология, просто струнного интеллектуального забора, который очень легок и просто в строительстве, монтаже и так далее. Естественно, есть ряд ноу-хау, которые не позволят построить с должным качеством, при соблюдении должных стандартов, соответственно, технологию Skyway повторить, скопировать. Да, появится обязательно какой-нибудь Skyway, как любят коверкать китайцы, либо просто модель какая-нибудь байка, но это будет другое качество, это будет совершенно другая начинка, и это будет более низкое качество. Не побоюсь этого слова, потому что тем стандартами, которыми сейчас обладает технология Skyway, заоснованные технологии, то, что сейчас создает, это действительно отрыв на многие года вперед. И чтобы частично убедиться во всем этом, дамы и господа, мы вас всех приглашаем на большой действительно праздник Skyway, который пройдет уже 23-24 апреля. Это фестиваль Skyway, и все желающие могут туда попасть, зайдите в личный кабинет, посмотрите, нажмите информацию, и это очень серьезное масштабное мероприятие. Но это не демонстрация, и многие спрашивают, будет ли продемонстрирован Unibike и так далее. На самом деле, я отвечу просто, стали бы демонстрировать новую модель, которая теоретически может занять колоссальную часть рынка, современные автогиганты. Конечно же, нет, потому что мгновенно могут быть сворованы концепты, даже обводы корпуса могут быть очень быстро скопированы. И этого мы не можем допустить, пока технология Unibike, в первую очередь, тоже не упакованы в виде патентного права. И, соответственно, как только это будет максимально защищено, это будет показано. Это наша с вами безопасность, это соблюдение заповеди частного инвестора. И, собственно, это действительно правильно, и это действительно корректное ведение дел на самом деле. Потому что нужно лучше чуть-чуть подождать, чем напороться на те грабли, которые мы не ожидали увидеть, и, собственно, препятствий для проекта нужно, чтобы было как можно меньше. И, как вот такая вот пословица у успешных, богатых людей и так далее, «Тише воды ниже травы». И, на самом деле, вот те нюансы, аспекты, куда вас приглашают, и те информационные ресурсы, которые будут появляться, информация о нас на различных информационных ресурсах, это уже не тише воды ниже травы. Но, на самом деле, дамы и господа, вот тот ряд ноу-хау, который обладает технологией Skyway, он позволяет говорить о том, что действительно технология защищена, наши инвестиции в этом плане защищены. И в техническом плане никаких вопросов нет, потому что 11 февраля признал экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации, есть протокол соответствующий, и пусть не смущает, что на сайте нет данной информации, может быть, уже появилось, но одно я могу сказать, что это не просто так произошло, потому что огромная нагрузка возникла на канцелярию. Канцелярия была не готова Министерства транспорта Российской Федерации выдержать такой вот шквал информации, звонков, вопросов от инвестпроводящей системы. Для нас это привычно, но даже, я думаю, что компания подумает, организовывать конференцию в Берлине в сентябре или нет, потому что это несколько другие события, несмотря на то, что корпорация наша развивается посредством сетевого построения корпорации, все-таки стоит разграничивать и серьезные переговоры, серьезные адресные проекты с сетью. Но без сети ничего бы не было, праздник на улице Skyway не настал бы, а сейчас я могу сказать, что фанфары, фейерверк и так далее, салют, он очень близок, потому что, как мы уже неоднократно говорили, уже до конца 2016 года могут произойти очень серьезные события, которые позволят закрыть финансирование корневой технологии. Ну, собственно, вот так вот вкратце. Я надеюсь, что интересна была информация о Тесла. Эту информацию, пожалуйста, используйте в переговорах с теми, кто будет говорить, так вот, есть электромобили и так далее, зачем транспорт второго уровня. Я не говорю уже про летающие автомобили, которые будут за счет человеческого фактора, даже если они будут автоматизированы в систему управления, сталкиваться, и будут серьезнейшие аварии, серьезнейшие человеческие жертвы. На самом деле, золотая середина, она вот где, на втором уровне, между небом и землей. С тройской выезд, спасай планету. Всем счастливо, я побежал на венгерский вебинар. Пока. Спасибо, Алексей. Тут выяснилось, друзья, сейчас пока Алексей выступал, тут с техподдержкой связались. Оказывается, у нас на кабинет ограничения было, и сейчас стоит 300 человек, поэтому те, кто больше, у нас обычно на этот вебинар где-то около 500 человек, так вот я думаю, что половина войти не смогли, потому что ограничения дает вебинарная комната. Поэтому я думаю, что ничего страшного, те, кто не зашел, будет интерес посмотреть записи, а к следующему вебинару, к следующей среде мы эти вопросы, надеюсь, решим и подойдем, вернемся опять в комнате, хотя бы там на 500 человек. Так, да, тут, ну, про вопросы перевода я отвечу чуть позже. Вот так, про протокол тут много поднимают вопросы, протокол Минтранса. Действительно, протокол, ссылки есть, он на определенных ресурсах именно Минтрансовских висит, просто с канцелярии, с самого сайта сняли его, потому что пошел огромный шквал вопросов, просто испугавшись тем, что происходит и как, не разобравшись, на всякий случай убрали, но этот вопрос чисто технически сейчас, по-моему, или уже висит там, или на дочерних структурах Минтранса он все равно находится, поэтому это, друзья, абсолютно такой, для нас сейчас непринципиальный вопрос, потому что есть оригиналы этого протокола, есть заседания этих комиссий, поэтому все это, друзья, для нас, ну, сейчас уже не так важно. А если таким образом отработывает чиновничество, ну, еще раз столкнулись с тем, что на всякий случай, испугавшись, убрали с сайта. Вот, может быть, а может быть какая-то другая причина. Так, поэтому, друзья, то есть, то, что сегодня, вот хотели акцентировать внимание и специально с этого начали, именно с выставки в Берлине, о том, где будет представлена технология Hyperloop и Hyperloop и Skyway, это знаковое событие, и как раз о том, что такого рода технологические форумы, где присутствует огромное количество экспертов, инвесторов, людей, которые именно заинтересованы и профессионально отслеживают развитие технологических процентов в транспорте, они как раз вот сойдутся из, увидят разные технологии, и очень важно именно представить концепты. А так как сентябрь месяц у нас уже будет полным ходом подходить уже подготовка к демонстрации в октябре, технологии именно концептуальных вещей, то для нас очень важно и значимо будет представить, показать и поучаствовать именно в этой выставке. И в данном случае тоже интересно то, что говорил Алексей про выхлопы. Еще буквально два месяца назад весь интернет обошел ролик о том, как Tesla S горит синим пламенем, и автомобиль там за считанные минуты сгорает до тла. Так вот, интересно, друзья, что этот пожар, который выложили в сторону корпорации, капитализации почти в 2 миллиарда долларов. Представляете, да, как очень важно задекларировать, показать и какого рода события происходят, как это сразу влияет на имиджи и на технологии, и в конечном итоге на капитализации всей технологии. Так вот, на сегодняшний момент, уважения, которые делает инженер Гвиницкий по безопасности, по экологичности, по эффективности, они сегодня почти на порядок превосходят все параметры, которые сегодня могут быть. И те расчеты, которые сегодня сравнимы с Tesla S, где в 17 раз... Так, да, Алексей, ты выложил пожар Tesla, да, это интереснейшее как бы там событие, так сказать. Вот, и это тоже, насколько в технологическом мире такие события очень значимы. И почему вот сейчас у нас тоже, когда вы будете это показывать, когда вы будете это показывать, наставить. Друзья, показывать можно законченный продукт. На сегодняшний момент, на фестивале и в апреле то, что мы будем показывать, это не демонстрация каких-то технологий. Мы собираем единомышленников и мы показываем именно технологический процесс строительства, натяжение струн, натяжение путевой структуры. Мы покажем прототипы и модели подвижного состава. Это чтобы вы все это своими глазами увидели и были сопричастны к процессу. Окончательная презентация все-таки будет начиная с осени, то есть когда будет готова. И это тоже, друзья, очень момент, потому что я на прошлом вебинаре это говорил и сейчас повторяю, чтобы вы четко это понимали, что демонстрация преждевременная для нас это потеря капитализации. Даже те формы и обводы, которые сегодня даются на подвижной состав для людей, которые будут повторять и копировать эту технологию, тоже будет нести очень большую информацию. И поэтому пока она патентна и концептуально не защищена, а технология может быть защищена только целой серией определенных действий, то есть это не только патенты. Как Анатолий Доваш постоянно произносит, патент это инструкция для конкурента. А есть целый комплекс мероприятий, которые в общем, в совокупности защищают технологию и в конечном итоге нас как инвесторов, нас как держателей именно инновационных пакетов, которые со временем будут капитализироваться. Так вот, мы сегодня, друзья, и так уже зачастую показываем больше, чем хотелось бы, но мы с вами работаем в краудинвестинговой системе и отчетность о проделанной работе, это отчетность о том, как мы сегодня с вами взаимодействуем. Но со временем, когда мы будем все ближе и ближе приближаться к демонстрации, я прошу, друзья, тоже к этому подходить абсолютно с пониманием. Очень многие вещи мы не будем показывать, о некоторых вещах даже не будем говорить. Для того, чтобы демонстрация и капитализация именно проходила в тот момент, когда это спланировано, когда это готово и когда это уже выходит на благо всех инвесторов. Поэтому это тоже целая стратегия, которая сейчас двигается. Она отрабатывается и внутри КБ, и с партнерами, которые сегодня уже занимаются привлечением крупных инвестиций, и выстраивание стратегии вывода по технологии на технологические рынки по различным направлениям. Это по обработке различных проектов, которые сейчас идут. И это, друзья, общая концепция, общая стратегия развития проекта, которая сегодня движется. И я могу сказать, что мы это декларировали изначально, и сейчас можно сказать, что мы подошли к той черте, когда у нас уже достаточно веса, когда у нас достаточно доказательной базы для того, чтобы уже вести переговоры, вести реальное заключение контрактов на проекты, на конкретные трассы, на построение конкретного бизнеса. Естественно, что этот процесс сейчас только-только в таком... Он делает первые шаги. То есть мы сейчас, мы уже не раз говорили, готовим соглашение в Санкт-Петербурге. Ну, там чуть-чуть притормозилось, потому что там очень... Все-таки Санкт-Петербург своеобразный город. А потом, с другой стороны, друзья, у нас процесс... Мы начали в Челябинске активно двигаться. Вы помните, первый проект «Поехали», который Алексей запускал. Потом со сменой определенных чиновников процесс притормозился. Потом он опять прошел очень быстрыми темпами. Поэтому это, друзья, вопрос в том, что мы работаем, делаем трассировки, работаем с проектировщиком, работаем с теми, кто занимается землеотводами. И эта работа, она не быстрая. Мы отлаживаем и в Челябинске мы разными, скажем так, темпами, разными итерациями, но подошли сейчас уже к конкретному проекту, к запуску, к соглашению о запуске конкретного проекта, к финансированию. Но это, друзья, тоже вопрос проработки. В Санкт-Петербурге сначала активно двинулось, потом притормозилось. В Самаре у нас сейчас готово уже на выходе. И прям, наверное, ну опять же, не будем зарекаться. Может быть, там неделя-две выйдем на подписание. Вот сейчас еще ряд регионов, которые сегодня подключены, активнейшим образом работает в Красноярском крае команда, которая сейчас продвигает там несколько адресных проектов. И это небольшие адресные проекты, как мы их называем, точки входа, которые приводят к каким-то результатам. Но сейчас уже начинаются более масштабные работы, которые идут уже на уровне... Ага. Так, вот меня тут Алексей предупреждает. Друзья, у нас определенные сбои в технологической части, и у нас следующий вебинар, который будет вести Алексей для наших зарубежных друзей, он найдется в 21 час в этой же комнате. Поэтому, друзья, без двух, без трех минут, вы уж не обижайтесь, мы тогда будем закругляться. Вот сегодня вот такая несколько, видите, необычная, точнее, не совсем привычная форма, что сначала не могли войти, а потом приходится сейчас еще и закругляться чуть-чуть раньше времени, потому что обычно мы вебинары все-таки рассчитываем на час-двадцать, час где-то у нас такая традиционная форма. Вот. А сегодня чуть-чуть покороче. Поэтому тоже прошу отнестись к этому с пониманием, что в 21 час мы комнату на некоторое время отключим, чтобы могли выйти, а наши новые друзья смогли куда-то зайти. Но я думаю, друзья, это на следующей неделе мы такие технологические сбои уберем. Вот. Поэтому, смотрите, тогда из тех вопросов, которые сегодня необходимо четко понимать и четко представлять. Мы два вебинара с Алексеем вам показали преимущества с точки зрения аэродинамики, и сегодня это действительно научный прорыв, когда в аэродинамической трубе продут уже прототип, именно масштабный прототип подвижного состава, и подтверждены все заложенные характеристики, которые были сделаны в продувке программной, компьютерной продувке, расчеты, и сегодня все эти расчеты подтверждены. Более того, возникло ряд технических сложностей именно с методикой описания и расчетов, потому что существующее оборудование, существующие методики расчетов не позволяют работать с тысячными долями коэффициента ЦХ, который, собственно, и определяет всю экономику энергетических затрат. И поэтому приходится очень многое сейчас пересматривать, пересчитывать, менять часть оборудования, менять для того, чтобы именно уже подтвердить те теоретические цифры, значения, которые закладывались изначально. Но однозначно можно сказать, что научный эксперимент абсолютно подтвердил правильность тех расчетов, которые Юницкий закладывал в доказательную базу, когда делал экономические расчеты для Министерства транспорта, когда считалась оценочная стоимость интеллектуальной собственности, когда считалась эффективность подвижного состава. Все это идет именно из аэродинамики. Сегодня однозначно можно сказать, что эти все расчеты подтверждены. Практика подтвердила, что это все именно в тех диапазонах, которые есть допустимы, но измерительное оборудование, которое сегодня существует, не позволяет работать с такой точностью. Поэтому сейчас будет доведено ряд усовершенствований с точки зрения методики расчета. И я думаю, что в ближайший месяц мы где-то получим уже документальное, научное подтверждение с точки зрения нашей аэродинамической школы тех коэффициентов, на которые мы сегодня рассчитываем и которые сегодня лежат в основе экономики и в основе превосходства технологий SkyWay над всеми другими видами транспортных систем, которые сегодня сравниваются, оцениваются, те, которые сегодня якобы называются конкурентами. Как Алексей любит говорить, но я несколько другой придерживаюсь терминологии, то есть вот эта гонка, которая началась с концептом Элона Маска, Hyperloop, она интересна чем? Элон Маск пробил вот эту стену именно общественного скоростного движения, которое может быть в транспорте второго уровня. Он создал сегодня огромное ожидание, он создал огромную нишу на рынке, которая сегодня ждет появления этой технологии. И я могу сказать, что Элон Маск сделал нам большой подарок буквально месяц назад, когда он сделал заявление о том, что в 2016-м году, в 2017-м, и скорее всего даже в 2018-м году Hyperloop не выйдет на практические результаты и не продемонстрирует свою технологию. Представляете, какой это, друзья, для нас сегодня интересный повод для того, чтобы продемонстрировал в 2016-м году, а в 2017-м году выйдя уже на коммерческое применение, мы могли четко показать преимущество технологии Skyway. Ну и второй вопрос, что с точки зрения инженерного анализа, эта технология сегодня не выдерживает пока никакой инженерной критики, потому что у нее столько слабых, недоработанных моментов с точки зрения именно концептуального построения, что надо на земле в трубе построить, создать глубокий вакуум, а потом через систему шлюзования выводить туда миллионы пассажиров. Соответственно, сегодня технологических таких решений не существует. На сегодняшний момент это технологическая утопия. И до тех пор, пока она не будет переведена в практику, именно эксперты будут таким образом подходить. Нельзя подходить уже к технологии Skyway с такой точки зрения, потому что все решения, все концептуальные узлы и агрегаты инженерам Юницким сегодня проработаны. Другое дело, что не все могут быть показаны в том виде, как они есть, потому что это ноу-хау, но с точки зрения концептуальной работы системы у экспертов сегодня нет никаких вопросов. И вот эта брошюра, ссылку на которую Алексей Сильс вам скинул, это обязательно посмотрите, обязательно всегда держите ее перед рукой, под рукой здесь есть все расчеты, вся доказательная база, которая послужила убедительной для экспертов, именно Минтранса, которые признали инновационность технологии, признали ее реализуемость и готовую к применению. Поэтому там есть все, и обледенение, и натяжение, и почему сегодня неразрезная струнная балка намного эффективнее, прочнее и проще, чем железобетонные балки, есть сравнение по материалу емкости, есть сравнение по трудозатратам, есть сравнение по себестоимости строительства, это все заложено в те обоснования, которые были сделаны и которые сегодня уже приняты, и которые в конечном итоге будут отображаться в капитализации той интеллектуальной собственности, которой мы сегодня с вами становимся совладельцами, кто приходит в проект. Теперь буквально коротко, друзья, очень много вопросов сейчас идет по поводу фондов, акций и так далее, и тут даже начинаются какие-то противопоставления, либо какая-то агрессия даже, которая звучит. Здесь я, друзья, могу сказать для всех сторонников Skyway Invest Group, фонда для тех, Skyway Capital, РСВ, я могу сказать, что, друзья, все эти инсинуации, я считаю, либо от небольшого ума, либо от того, что люди, которые приходят или используют это для проекта, для каких-то других целей, кроме декларируемых, кроме строительства экотехнопарка и финансирования технологий. Если есть какие-то другие цели, то тогда, друзья, я здесь ничего не могу сказать. Если вы приверженцы проекта, вы пришли и неважно через какую структуру вы получили информацию и участвуете в проектах, то здесь, друзья, я могу сказать однозначно, вся юридическая схема проработана. Как в конечном итоге, все обязательства, которые выдает Skyway Invest Group, как в виде личных расписок, личных обязательств этой инвестиционной группы, они конвертируются в обязательства компании Евразии и Евразии. Все это существует, все это работает, и это, друзья, уже не вызывает никаких вопросов. С точки зрения оценки, анализа эффективности, я думаю, что, друзья, это не тема сегодняшних разговоров или, тем более, не тема для какой-то конфронтации. Мы все, друзья, делаем одно дело, мы все работаем на проект Skyway, и противоставление, а тем более сказать, что если вы приходите в один фонд и в другой фонд, это более правильно. Я считаю, друзья, люди, которые это произносят, преследуют несколько другие цели, нежели декларируемые, нежели цели развития Skyway. Поэтому давайте это мы оставим на их совести. На сегодняшний момент я могу сказать, что юридическая схема вся, как с точки зрения юридического обеспечения, юридической защиты всех партнеров, всех акционеров, кто пришел в Skyway, сегодня проработана. Сегодня отработан механизм, каким образом вы вноситесь в реестр акционеров компании Евразии и Нравил Skyway, то есть та компания, которая сегодня является держателем обязательств и несет перед вами ответственность. И, соответственно, здесь, я думаю, друзья, никаких сегодня ни вопросов, ни сомнений, соответственно, не может быть. И все остальные разговоры на эту тему – это, друзья, либо спекуляция, либо провокация. Поэтому давайте к этому точно так только и подходить. Поэтому, друзья, мы всегда говорим, что проект Skyway – это мы объединяем мир, и объединять – это наша работа. И не все, кто пытается внести сюда разъединение, значит, преследуют какие-то другие цели. И поэтому, друзья, особенно, когда в чате начинается противоставление, либо какая-то агрессивная позиция по отношению к другим партнерам, друзья, во-первых, это некорректно, во-вторых, это показывает уровень сознательности тех людей, кто это делает. Но, в-третьих, друзья, это показывает цель и задачи людей, которые здесь делают. Я сразу могу сказать, что не все, кто сегодня пришли в проект или изображают, что они в проекте работают на то, чтобы он развивался, и он продвигался, и он дошел до своей реализации. Все преследуют, очень многие, кто сегодня декларируют такие цели, преследуют несколько ими. И мы увидим с вами в ближайшее время очень много грязи внутри. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня разворачивается проект, который, ну, именно работа, которая направлена лично против Анатолия Дуаровича Юницкого, для того, чтобы очернить его, для того, чтобы налить грязи, для того, чтобы показать большому количеству людей, что это несостоятельный проект, а это утопия, а инженер Юницкий 35 лет занимается полной ерундой. И, соответственно, эта работа тоже готовится, она делается, и мы знаем об этой работе. Сегодня готовится целая такая система, именно для того, чтобы весь проект, с юридической, с финансовой точки зрения, с организационной точки зрения, то же самое очернить и показать, что люди, которые приходят в этот проект, они, соответственно, не действуют правомерно. Против лично людей, там, меня, Алексея Суходоева, окружения Анатолия Дуаровича Юницкого, тоже готовится такая работа. Почему, друзья, мы сейчас об этом предупреждаем? К этому надо относиться абсолютно спокойно, к этому надо относиться абсолютно здраво, потому что никогда не бывает такого уровня проекта и такого уровня работы, чтобы она не происходила без конфронтации, без взаимоотношений с конкурентами, с злопыхателями и просто завистниками, которых сегодня тоже огромное количество. Поэтому, друзья, все, кто... А сегодня, я думаю, что на наших вебинарах собираются в основном единомышленники, в основном люди, которые ориентированы на достижение тех целей, задачи, которые мы ставим, декларируем. Поэтому, друзья, относитесь к этому спокойно. И прежде чем анализировать или тем более распространять такого рода информацию, которую вы будете получать, очень хорошо подумайте, очень хорошо взвести, посоветуйтесь, если есть с кем. И только после этого делайте какие-то резкие шаги или там вводите какое-то осуждение, или там тем более агрессию по сравнению, ну, по отношению к кому-то другому. Потому что, друзья, по-другому мы не можем с вами не двигаться, не развиваться, потому что не консолидировав наши усилия, не объединив наши усилия, не работая вместе и не объединяя мир, мы, друзья, ничего не сделаем. А злопыхатели у нас, к сожалению, без них. Но я тут на одном из вебинаров приводил очень интересный такой пример, который я для себя всегда держусь с детства. Можно ли, друзья, стать мастером спорта по боксу, стать чемпионом, допустим, Москвы, при этом не получив ни разу по физиономии, не работая, не проведя десятки и сотни боев. И причем каждый следующий бой, друзья, он более сложный предыдущего. Это травмы, это удары, это больно. И никуда, друзья, от этого не идти. Поэтому для того, чтобы победить, нельзя этого сделать без определенной борьбы. Поэтому борьба, друзья, она сопровождает любого рода такие проекты. И я абсолютно уверен, что та команда, та сообщество людей, которое сегодня собралось и двигает проект Skyway, они к этому готовы. Мы с вами, друзья, не просто так собрались, поверили и двигаем этот проект, чтобы каким-то, ну, скажем там, злопыхателям или недоброжелателям дать возможность сегодня помешать, задушить или налить грязь на проект. Нет, друзья, это произойдет самоочищение само собой, потому что большинство людей, которые, с кем мы общаемся на конференциях, с кем я нахожусь в переписке, кто приходит к нам на вебинары, это, друзья, абсолютно честные люди, которые верят в проект и задача которых увидеть результаты, которые мы все перед собой ставим. И я думаю, что, друзья, сегодня другого результата просто не может быть. Еще очень много задавалось вопросов по поводу дивидендов, капитализации, выплаты и так далее. Я всегда, друзья, тоже многократно говорил на эту тему высказывания моей бабушки, она очень мудрым была человеком, так вот, она говорила, дай бог нам дожить, друзья, до этих проблем. Что это имеется в виду? Дивиденды – это уже работающий бизнес, который дает прибыль, и с этой прибыли идут отчисления на ваши акции как совладельцы этого бизнеса. Друзья, я больше всех в этой жизни хочу увидеть, как это будет делаться, потому что я являюсь довольно-таки крупным владельцем пакета, поэтому для меня это будет крайне важно. Но, друзья, когда я говорил, что доходность по нашим инвестициям не может быть еще в этом году, это, друзья, не то, что начнутся платить дивиденды по акциям, которые есть. Нет, это говорится о том, что ваш пакет, которым вы сегодня обладаете, будет обладать ценой. И ценой выше, чем вы за нее заплатили. То есть, если вы заплатили там определенную сумму, имеете определенный пакет, то уже в этом году будут желающие выкупить у вас этот пакет по цене намного выше, чем вы за это заплатили. Это будут десятки и десятки процентов вычислений. И вы уже будете в прибыли. Я почему об этом говорю? Потому что сегодня уже возникает ряд фондов от нас независящих, которые собираются выкупать. Мы, как компания, не заинтересованы в том, чтобы держатели наших обязательств, наших акций продавали свои обязательства. Но запретить это, друзья, мы ни в коем мире не можем. Если кто-то сегодня, обладая крупным пакетом, хочет свою определенную часть продать с большим дисконтом, допустим, 1 к 2 или 1 к 5, а купил этот пакет с дисконтом 1 к 100, то мы не можем, друзья, это запретить. Это закон рынка. Это закон свободной продажи и покупки. Но, как компания, еще раз говорю, мы в этом не заинтересованы. Поэтому наши рекомендации, друзья, если вам будут предложения, вы купили, а у вас есть пакет 100 долларов, а вам предлагают за него 500 и продать, я вам рекомендую, друзья, и вся наша команда рекомендует не продавать эти пакеты, потому что через очень короткое время, через год, через два, эта цена будет намного выше. И вы потеряете ту возможную прибыль, которую вы сегодня отдаете. Хотя такие предложения, скорее всего, друзья, будут возникать, вот начиная с весны этого года, потому что как распространяется информация, сегодня уже готовятся определенные фонды, и это сопровождает, друзья, любой проект. Это естественное развитие проекта, который есть. Поэтому давайте мы будем, а тем более, когда будет закрыт вход в корневую технологию, то спрос на эти обязательства просто резко возрастет, и у каждого, кто обладает таким пакетом, будут предложения по продаже. Соответственно, вы будете принимать решения, продавать или не продавать, но еще раз скажу, мы вам это делать не рекомендуем, потому что в ближайшем будущем вы потеряете намного больше. Но с точки зрения доходности, да, уже начиная с продажи этих пакетов, вы можете получить какую-то прибыль. Но при этом вы потеряете то, что дальше даст реально капитализацию этих пакетов. Поэтому, друзья, это ваше право принимать решения, ваше право думать. А наша задача сегодня, друзья, это двигаться, строить, продвигать информацию, и, соответственно, объединять людей, для которых слово «Скайвей» и «Спасай планету» это не пустой звук. Поэтому я рад, друзья, что мы с вами движемся, что сегодня даже на этот текущий сложный технический момент у нас сегодня не смогло поприсутствовать практически половина еще, кто хотел участвовать в вебинаре. Но я думаю, на следующий раз мы это, друзья, с вами компенсируем и будем двигаться дальше. Я еще, конечно, три слова хотел сказать про текущую экономическую ситуацию. Но, друзья, я думаю, что до следующей недели она не так резко ухудшится, хотя несколько станет не так благостной, как на сегодняшний момент. Но, друзья, давайте это оставим на следующий наш вебинар. Поэтому, друзья, рад, что вы с нами. Давайте двигаться и строить «Скайвей» вместе, объединять и строить новый мир, который мы сегодня делаем своими руками. И, соответственно, это, друзья, в наших силах. Поэтому благодарю, что вы с нами. И давайте освобождать комнату уже для следующего вебинара, который будет проводить Алексей. К сожалению, друзья, у нас сегодня такие технические накопки. Но, с другой стороны, друзья, это не может не радовать, когда нам говорят, что следующие желающие хотят поучаствовать в вашем вебинаре. Поэтому давайте освобождайте быстренько комнату. Давайте, друзья, на этой неделе все-таки этому правилу подчинимся. Поэтому это тоже наша совместная работа. И это тоже очень важный вебинар, который Алексей будет проводить для наших, скажем так, зарубежных друзей. Все, друзья. Стой «Скайвей», спасай планету! Субтитры подогнал «Симон»